Всем привет! Как меня видно, слышно? Смотрю, уже пошли плюсики. Все замечательно. Итак, мы с вами на прошлом вебинаре говорили о том, как рекрутировать, как делать обратную связь и перечисляли основные правила общения, минимальные, которые должны быть в соцсетях, и говорили, что мы должны быть с вами всегда добродушными, всегда за собой оставлять приятный шлейф. И это очень-очень важно для именно накопительного эффекта. Что такое накопительный эффект? Когда вы активно рекрутируете в соцсетях день, два, три, у вас начинают идти регистрации. И, конечно же, эти регистрации прекратятся, если вы следующие три дня не будете рекрутировать. Так ведь? Поэтому, конечно, самое главное в нашей профессии это рекрутинг и постоянство и терпение в общении. Да, то есть нетерпеливые люди у нас быстро не растут, растут только терпеливые люди, которые видят цель, идут к ней, да, то есть ставят перед собой, допустим, сначала цель директора, а потом уже ставят перед собой цель драгоценного директора. Конечно, когда мы с вами стартуем, для нас очень важна просто цель директора, просто деньги. Вот я помню, когда я регистрировалась, у меня была одна цель – выплатить все кредиты и работать, так как у меня не было возможности работать. Из-за того, что я была в декрете, муж работал, а обе мамы уже как бы у одной со здоровьем проблемы, у второй мамы, у ей уже 80-й год. То есть я была связана по рукам и ногам, вы знаете, мы нашли замечательный способ, но многие новички как раз-таки иногда перестают работать из-за того, что им кажется, что тут сложно. Я считаю, что смотря с какой стороны посмотреть, умница, умница, Светочка, да, я считаю, что смотря с какой стороны посмотреть, потому что работать дома, без начальника, понедельника и будильника, это просто шикарно. Работать дома и ездить, получать чеки на сцене и овации – это шикарно. Работать дома и знать, что твой ребенок всем рассказывает, что твоя мама – директор, это круто. И поверьте, это здорово, когда вы можете самореализоваться в глазах своих детей, в глазах своих коллег, мимо проходящих каких-то людей. Когда меня сейчас спрашивают, где я работаю, я с гордостью отвечаю, я лидер компании «Фаберлик», я директор компании «Фаберлик», и они мне всегда задают такой вопрос, да, и сколько же ты теперь зарабатываешь? Я говорю, ну, зарабатываю я больше, 100 тысяч рублей в месяц, в несколько раз больше. Там такие глаза на меня, а что, это правда работает? Да, то есть я говорю, ну, конечно, если работать, то оно работает. И вы знаете, мне вчера в голову пришла такая мысль, я разговаривала с девушкой на улице, которая вообще не воспринимает сетевый маркетинг, не в плане того, что она терпеть его не может, а в плане того, что она не знакома с этим понятием. Да, и я поняла, как я созрела, я поняла, какое у меня стало немножко другое мышление. Да, то есть наша профессия меняет еще и мышление, потому что мы становимся заботливыми, мы заботимся о своих новичках, мы болеем, чтобы они поскорее вышли на хороший доход, что все наши обещания у них сбылись, так ведь, да? Но, конечно, самое интересное, что меня осенило, когда она начала обсуждать своего мужа, как он не работает, как он все воскресенье, весь выходной провалялся на диване, перед телеком и ничего не хочет делать. А ты, дорогая моя, просто так сидишь в декрете и говоришь, что ты занята. Когда я просто так сидела в декрете, я, грубо говоря, деградировала. И это факт, что когда я пришла на интернет-проект в Берлик онлайн, мы начали уже 6% вести вебинары, я поняла, сколько я всего не знаю и как это интересно. Я поняла, что я могу расти, за это получать шикарные деньги, да, но поначалу я, конечно, просто экономила в дом на покупках, это уже было плюсом, огромный плюс в семье. И, конечно, я, глядя на девушку, которая, грубо говоря, поливала своего мужа, я подумала, да что же такое, твой муж должен без выходных работать, а ты будешь сидеть дома, просто прикрываясь ребенком. Думаю, как-то, ну, знаете, просто стало некрасиво, и мне почему-то стало неприятно дальше общаться с этой девушкой. Я поняла, насколько я, как вам даже сказать, выросла. Я поняла, что все зависит от меня. Да, и вот до вчерашнего разговора я не могу сказать, что я это 100% понимала. А сейчас, вы знаете, я начинаю понимать, что я морально стала крепче, я выросла, и я понимаю, что никто в моей жизни не виноват в том, что там у ребенка, допустим, нет денег на лекарства или на новые джинсы, что я их могу просто натюкать в интернете, и все будет хорошо, и тюкать мне несложно, нажимать на эти кнопочки. Да, и когда мне говорят, сетевой маркетинг – это непросто, и никому не верьте, что там легко, вот вы знаете, как воспринимаете вы свою профессию, таковой она у вас и будет. Мне легко, мне очень легко снимать ролики, мне очень легко вести вебинары, мне очень легко, как вам даже сказать, сейчас сидеть перед вами. Я не перетрудилась через день по полчаса проводить вебинары и за это получать хорошие деньги намного больше, чем на работе по найму. И вы, пожалуйста, ничего не бойтесь, идите, рекрутируйте, рассказывайте, может быть, снимайте ролики про свои обзоры, учитесь, совершенствуйте. И это на самом деле принесет вам радость, когда вы будете пожинать плоды, и когда ваши новички будут вами гордиться, ваши дети будут вами гордиться, и когда вы поймете, что, оглянувшись назад, что это не так уж и сложно. Да, может быть, поначалу это будет занимать много времени, да, вот как вам даже сказать, да, было бы желание учиться, Светочка. Вот, поначалу, как вам даже сказать, туман, в голове какой-то туман, вас просят создавать странички, там просят с них рекрутировать, вас там где-то блокируют, кто-то там нагрубит, еще что-то, да, и вот это вот вся вот, да, по чатам очень много информации. Но поверьте, пройдет месяц-два, у вас в голове все разложится по полочкам, и вам даже будет чего-то не хватать, чего-то нового, вы сами будете ходить на новые вебинары, вы сами будете желать куда-то съездить, и так далее, и так далее, да, то есть это все легко в понимании, но просто должно быть время, должно пройти, и самое главное – это передавать, что наш бизнес официален, легален, и что мы с вами зарабатываем не только для себя, но мы вместе со своей командой зарабатываем, да, и чем больше в нашей команде людей, которые зарабатывают, тем выше ваш доход, и тем выше доход ваших людей, вот. Поэтому это, я думаю, самое главное. Ничего страшного, мы только начали, еще только 7 минут вебинар идет, вот. И, конечно же, о чем мы с вами остановились, это на модерации страничек, да, мы с вами говорили обо всем, обо всем, и в частности о том, что мы с вами не работаем со страничек в первые 5 дней, а потом уже начинаем с них работать. Конечно же, можно предлагать дружбу, проходить тем самым модерацию, когда вы предлагаете дружбу, и вас не блокируют, да, можно крутиться в группах по раскрутке нашего проекта, можно крутить странички свои в играх, да, то есть очень многие крутят в играх, и там еще находят регистрации, да, вот это тоже круто. Вот, когда люди в играх набирают людей, и потом что-то постят, да, какие-то статусы, эти люди, которые у вас в друзьях будут эти статусы видеть, они не зарегистрированы в Фаберлик, и, конечно, у вас намного быстрее пойдет дело, если вы будете крутиться пополам, да, допустим, первые 5 дней у своих, а остальное в группах по играм или еще в каких-либо группах, да. Вот, и, конечно же, когда вы начинаете работать, когда вы начинаете рекрутировать уже, когда вы уже выслали странички своим наставникам, наставники вам высылают подробное видео, как по нему работать, да, то есть я работаю как? Я предлагаю дружбу до упора, и потом, значит, высылаю, вот тут, извините, цифру я не исправила, я сейчас больше 10 картинок мне друзьям не высылаю, и вы знаете, вот это вот легко и просто, просто открываете, отрабатываете, закрываете, открываете следующую, отрабатываете, да, и вот таким вот образом я, допустим, прохожу 3ОК, 3ВК, 3Инстаграм, 3Фейсбук, и когда я прохожу последнюю страничку, на первую уже кто-то что-то пишет, да, или кто-то принял дружбу, и мы ему уже отписываем сообщение, да, то есть это такой интересный очень алгоритм действий, и иногда 12 страничек хватает обойти, чтобы получить одну регистрацию, если вы общительный, да, если вы оставляете за собой приятный шлейф. Чем больше вы работаете в соцсетях, чем больше вы рекрутируете, да, тем лучше. Вот у нас девушка пришла 2 дня назад, уже нашла 3 регистрации, я у нее спрашиваю, как, как ты их нашла, поделись со мной, расскажи мне. Она сказала, что она не стала меня слушать, она сделала 1000 человек охвата вместо 300, и она нашла 3 регистрации, да, получается, и потом у нее еще на следующий день у нее не было регистрации, а потом через день с охвата в 1000 еще была одна регистрация. То есть с 1000 охвата за 3 дня у нее было 4 регистрации. Я говорю, скажи, пожалуйста, как ты общаешься, да, а что ты пишешь? Она говорит, а я просто вас послушала и начала писать обычные простые вещи, и народ ко мне начал хорошо идти. Поняли фишку? Просто писать правду. Правду, но правду писать вкусную, да, чтобы она выглядела хорошо. А уже никак, Светлана. Уже только можно привязать ее, может быть, через другой номер, или как, я даже не знаю, как теперь зайти. Если уже сим-карты, если вы создаете страничку именно сим-карты, их нужно раз в месяц прозванивать, чтобы они не блокировались. Да, только номер менять через платные. Первое сообщение, не поверите, я отправляю картинку, 4 варианта со своими фотографиями, профессиональными. Обязательно, сейчас поставлю на паузу, для вебинара я вам обязательно вышлю ссылочку, например, фотографии. Если не впускаю страничку, из-за того, что нужно поменять пароль, то нужно нажать поменять пароль, или забыла пароль, или что-то типа этого, и там уже менять. Вот. Значит, далее, совет, конечно же, вот как раз, если вы любитель покупки сим-карт, то я вам хочу сказать, что сим-карта – это очень удобно. На одну сим-карту можно создать 10 страничек в моем мире, одна страничка ВКонтакте, плюс вы будете размораживать бесплатно, одна страничка в Одноклассниках, в Фейсбуке, в кругу друзей. Кстати, в Одноклассниках могут создать, дать создать две, иногда бывают и по две, но это редкий случай. Вот. Одну страничку в Фейсбуке, одну страничку в кругу друзей, друг вокруг и так далее, и так далее. То есть, есть люди, которые рекрутируют во многих соцсетях. Да, вот, допустим, такая сеть, как «Кругу друзей», там одни сетевики, там их очень много. В Фейсбуке поменьше, есть живые люди, кстати. Друг вокруг, там очень много регистраций, но это соцсеть таких знакомств, и там, если честно, такая соцсеть пошловатое, грязноватая. Там очень много регистраций, но выхлоп практически нулевой, поэтому решайте сами, работать там или нет, терпения там надо много. Неприличные фотографии высылает в личку все подряд, вообще, что попало. Да, и, конечно, кто рекрутирует на досках объявлений, да, то есть, с одной сим-картой вы можете создать сколько досок объявлений есть, да, то есть, хоть сколько. Бесчисленное множество. Вот, бесчисленное множество. Оль, про что? Переформулируй, пожалуйста, вопрос, мне непонятно, потому что я много говорю. Вот, значит, да, 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 Анастасия, вот, далее, значит, поэтому я и говорю, что я не особо советую терять там время. Да, но я вам сейчас просто привела пример. На самом деле, соцсетей много, да, там Google+, есть соцсеть, там еще, да, соцсети есть, то есть, смотрите, выбирайте и рекрутируйте. То есть, если у вас есть симка, то на эту симку можно много что где создать. Вот в чем суть. Да, значит, потом вы эти денежки проговариваете, и у вас получается куча всего бесплатно. На симке надо прозванивать. Обязательно прозванивать. Каждый месяц забыли все. Вас заблок, если вас заморозили, или еще что-то, не дай бог. Да, и, конечно, через какое-то время, через три, через четыре месяца на эту сим-карту можно, если вы ее прозваниваете, создать новую страничку после блока предыдущей. Да, через три-четыре месяца можете ее создать. Я сколько раз перебирала сим-карты, начинала создавать, и у меня создавалось. Симки уже не рабочие. Ну, это точно, что не рабочие. Это уже факт. Да, далее, значит, совет. Для каждой соцсети, в которой вы рекрутируете, вы должны завести брендовую страничку. Вот, к примеру, вы рекрутируете в Одноклассниках. Вы заводите обязательно брендовую страничку в Одноклассниках или страничку для коллег. Без разницы, это одно и то же, на мой взгляд, да, это одно и то же, где вы будете своих коллег хвалить. Да, вот у нас очень часто, вот я, допустим, захожу в чат, допустим, ну, давайте возьмем пример старшего директора Валентины Нехороших, и у нее там хвалят за активацию номера, да, на страничке картинки делают, открытки, да, то есть вы тоже можете своих людей хвалить. Я, конечно, не хвалю, потому что мы за регистрацию делаем, человеку сайт сидим, и, конечно, нам кажется, что это самый лучший подарок. Сайт новичку, который ничего не понимает в интернете, подарить это круто. Далее, значит, там поздравляют с тем, что вот человек активировался, он получил сайт, да, за активацию в подарок, да, то есть это тоже пишут, это тоже в чатах старшего директора Ольги Дубяги, да, то есть и так далее, и так далее. То есть поздравлять можно прямо с нуля уже на этих страничках много кого, да, много кого, и на самом деле это круто. Просить, допустим, вы поздравили своих новичков и в чат пишите, дорогие коллеги, прошу поддержать моих новичков, они активировались, получили сайт, я их поздравила, напишите слово поздравляю. Да, и, то есть там, 5-6 человек написали поздравляю новичку, уже приятно, да, то есть он влился в коллектив, он будет считать, что он влился в коллектив, вот такие тонкие моменты, да, которые, в принципе, честно вам скажу, я сама не делаю, я сама не делаю, я не буду это скрывать, хотя хотелось бы это делать, но рук, просто не хватает рук, у меня очень много созвонок бывает, я люблю работать голосом, да, и получается как, те, кто не любит работать голосом, те, кто не любит созваниваться, вам тогда, конечно, надо что-то делать такое для команды, чтобы чтобы ваша команда с первых дней чувствовала себя востребованными, нужными и умничками, да, хотя бы за что-то. Но хвалить нужно, да, на этих страничках для коллег за что-то. Когда вы выходите уже на 6%, то понятно, что в вашей группе хоть хотя бы один 3% лидер, да, будущий 6% тоже есть, да, то есть вы уже можете его поздравить, да, на своей страничке. Вы выходите на 9%, у вас уже есть 6-9% лидеры в вашей структуре, да, но, конечно, те, кто просто сидят и ждут, пока под ним отстроятся и не привел ни одной личной регистрации, их мы не поздравляем, потому что они просто сидят, и если их будут поздравлять за то, что они просто сидят, то они вообще тогда ничего делать не будут. Нужно обязательно поздравлять только активных людей, да, то есть вот для чего нам нужна страничка для коллег. Также она нужна для того, чтобы на нее и в своей группе вы что-то постили, да, допустим, какой-то мотивационный пост, о продукции что-то рассказали, да, вот, допустим, на телефон сняли, как вам понравился какой-либо крем для лица или какие-либо наклейки для ногтей, без разницы, да, там, может быть, какое-то платье вам от Фаберлик понравилось. Просто рассказывать ту продукцию, рассказывать о той продукции, которую вы получили, да, вот, также очень хорошо работает на страничке для коллег такая фишка, когда вы думающих туда добавляете и особо их не достаете, то есть люди, которые ждут у вас, допустим, когда у них будет денежка на активационный заказ, да, сейчас мы перед регистрацией уже говорим про активационный заказ, чтобы у нас не было проблем в построении веточек, да, вот. Что получается? Получается в том, что там можно всех собирать, и думающих, и только зарегистрированных, да, и так далее, и так далее. Конечно, с этой странички для коллег никогда не рекрутировать, никогда не писать ничего лишнего. Если у вас удалили какой-то пост, больше не постите такой пост, да, то есть берегите эту страничку. Я никогда не восстанавливаю посты, которые у меня удаляют. Да, то есть, и еще, конечно, одна фишечка, я на страничке для коллег, вот, допустим, в Одноклассниках, да, соцсеть такая капризная, я начала покупать услугу «Все включено». Я покупаю услугу «Все включено» и сделала подписку. И у меня автоматом там 100 рублей, по-моему, в месяц, или, по-моему, да, 100 рублей в месяц у меня или 200 рублей в месяц у меня списывается. Шлеп, 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 да, с номера телефона забираются денежки, или если вы привяжете Сбербанковскую карточку или еще что-то, да, и Одноклассники уже к вам будут относиться лояльнее и будут давать вам постить намного больше, да. То есть, с этой странички для коллег, да, к примеру, я предлагаю кандидату дружбу с этой странички для коллег, я предложила кандидату, он принял дружбу, я еще могу подарить несколько платных подарков человеку, да, для укрепления приятного шлейфа за собой, да, чтобы лидер уже понимал, что... То есть, человеческое отношение прямо вот очень внимательно к каждому человеку, и все у вас будет хорошо, да. Вот. Брендовая должна быть открыта, для коллег закрыта. Ну, кто как, вот я для коллег брендовую я открыла. Я открыла, и вы знаете, мне очень нравится. Даже иногда такое бывает, что ко мне туда просятся люди из других сетевых компаний. Недавно ко мне пришел молодой человек из пирамиды, да, он зашел меня порекрутировать, так как я лидер структуры, да, он зашел... Ай, воюет перед папой. Да, он зашел, допустим, меня зарекрутировать, так как я лидер структуры, и, конечно же, если я сейчас пойду в пирамиду, вложу денег, я вам всем скажу, о, идите в пирамиду, да, я вложилась, мне же их надо отыграть как-то, вернуть назад, да, и я вот могу, допустим, вас всех начать переманивать, да, ну, грубо говоря, крысятничать. Вот. И что получится? Получится, что, конечно, им выгодно взвать именно лидеров, и, конечно же, да, чтобы лояльно админы относились, да, вот. Как крутить? Просто заходите, вступаете в группу, проходите первые два уровня и предлагаете дружбу, предлагаете, предлагаете, и вас все принимают, видя на вашей странице, что вы играете, да, вот. И, конечно же, что получается? Я этого мужичка к себе переманила, и он своих людей еще к себе, своих людей, которые были в пирамиде, уже тоже перевел, вот. Ну, конечно, он меня вчера и спрашивала, где деньги-то? Я говорю, да, говорю, сегодня зарегался, сегодня и хочешь. Говорю, нет, будем с тобой сначала обучаться. Я говорю, ты из пирамиды перешел в официальную компанию, береги свой регистрационный номер, он передается по наследству, тут все по-другому. Тут честный белый бизнес с первых шагов. Вот, да, то есть мы созвонились, с ним поговорили, он говорит, боже, что мой, я думал, все одинаково. Я говорю, думал, все одинаково, понимаете. Вот, особенно мужчины, они не видят разницы между официальной компанией, да, у которой собственный завод, собственное производство, да, между пирамидой. Очень часто, особенно молодые мужчины, так, лет от, как вам даже сказать, от 16 до 23, вот, очень часто встречается такое, что не видят различия абсолютно. Тут побывали, потом какую-нибудь пирамиду сбежали, потом обратно сюда вернулись, бегают туда-сюда, да, то есть вот это вот есть, конечно, да. Вот, поэтому нужно тут или созваниваться, или уже с людьми работать и объяснять хотя бы перепиской, да. Далее, значит, конечно же, странички для коллег или брендовые странички полезны тем, что рабочие странички в соцсетях все-таки рано или поздно их блокируют. Вот у нас тут заблокировали страничку, которой более полутора лет позавчера, да. И, конечно, если бы я не собирала думающих людей на брендовую страничку, то я бы их растеряла всех, так ведь? И я не только завела гугл-табличку, в которой ссылочки для коллег, как вам даже сказать, храню, да, думающих, да, я еще их всех на брендовую страничку добавляю, да, на всякий случай, чтобы они видели мои посты. Вот сегодня все, кто есть на моей брендовой страничке, увидел видео о кроссовках, которые мы снимали вместе с моей младшей дочкой. Кто видел, поставьте, пожалуйста, плюсики, да. То есть вот такая вот интересная фишечка про брендовые странички. О, спасибо большое. Так и намывает попросить лайк, но ничего. Вот. Ну и давайте с вами поговорим дальше, да. То есть скажите, пожалуйста, если у вас вопросы по этому слайду, потому что для меня очень важно, чтобы вы сейчас это поняли, потому что именно с этого начинается крепкий бизнес. Именно сведение этой страницы, не только с бесконечного рекрутинга. То есть вы одновременно делаете два дела. Вы развиваете свой бренд потихонечку, да, помаленечку, и вы начинаете рекрутировать. Когда вы будете уже в статусе директора, вы уже будете востребованы. Классная, да. Вот сегодня ребенок у меня отбирала камеру, капризничала, и, ой, ну ничего, с горем пополам сняли. Нету, да, нет вопросов. Замечательно, замечательно. То есть это важно вести, и, конечно же, не ленитесь, не ленитесь. Все мы знаем, что у вас есть наставники. Если нет наставников, у вас есть директора. Если у вас нет директоров, у вас есть я. И, конечно же, задавайте вопросы. Задавайте вопросы, не молчите, пишите. Потому что, ну просто, когда вы много знаете, то много знают ваши лидеры. Тут идет дубликация в глубину. Если вы ничего не знаете, то вы не сможете и своих лидеров научить. Так ведь? Значит, вам выдаются шаблоны для работы, вам выдаются видео для работы, которые вы должны были скачать на свой канал YouTube. Поставьте мне по-честному, пожалуйста, плюсики-минусики. Кто скачал видео на канал YouTube, кто нет. Кто не скачал, желаю вам поскорее скачать и рекрутировать своим собственным видео. Нет, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А что значит плюс-минус, Светочка? Ну, большинство плюсиков, да? Хорошо, хорошо, это радует. А те, кто не скачал, прошу посмотреть часть первую, запись вебинара, и вы поймете, как это делать. Вот, значит, далее для рекрутинга, да, молодец. Вот, значит, и, конечно, вам также дают ссылку на ответы на распространенные вопросы. Но там, как вы понимаете, на интернет-проекте 60 тысяч человек. Интернет-проект очень крупный, у нас уже разросся. Да, и в каталог, вот лично в структуру комнат приходит более 2000 регистраций. И, конечно же, если каждый будет пользоваться одними и тем же шаблонами, одним и тем же распространенными ответами на вопросы, то понятно, что это ни к чему хорошему не приведет. То есть, вы смотрите, как можно ответить, но отвечайте каждый по-своему, да? То есть, можете заготовить какой-то свой файлик, где вы будете вставлять, копировать, менять русские буквы на английские. То есть, да, я думаю, с этим у нас с вами проблем не будет. Вот я вам сейчас высылаю пример с ссылками... Так, минуточку, потеряла веб-комнату. Кошмар какой. Да, вот, значит, смотрите, высылаю ссылочку, например, что хочется сказать. Там для всех все одинаково. И вы должны сейчас понимать, что у вас должна быть своя ссылка на свое видео, и у вас должен быть примерно такой же текст, и так далее, и так далее. Распространенные ответы на вопросы, там тоже есть ссылочка. Туда я поместила вебинар по интернет-ресурсам, потому что там очень огромное количество важной информации. Это Оленька Дубяги от мамочки нашего проекта. Я не постесняюсь так сказать, да, потому что Оля, я не знаю, как она успевает с маленьким грудничком снимать и обзоры, и вести вебинары, и проводить планерки, и рекрутировать. У нее команду успешно рекрутирует. Молодцы девчонки. Что, да, даже виду... Оля даже, понимаете, даже видимости, то, что она дважды мамы не создает, я не знаю, как она успевает. И Ольга, это вообще для всех пример. Да, это для всех пример. Вот, поэтому, так же, как разложить свою работу по полочкам и не запутаться в количестве страничек. Все ли поняли, что мы с вами имеем в виду? Я на рабочем столе создаю 20 подхомников и 20 яндексиков. Не больше, чем по 25, не больше. Да, всех их помещаю в папочки, какие, да, сортирую на рабочем столе. Ей муж, да, начал помогать, это тоже хорошо, да. И, конечно, спасибо, Любочка, большое. И, конечно же, когда у вас все разложено на рабочем столе по полочкам, и вы начинаете при рекрутинге открывать все и начинать работать спокойно, да, все вкладки, которые нужно открывать, да, свою вкладку рекрутинг, там, распространенные ответы на вопросы, то у вас, конечно, рекрутинг будет занимать минимальное количество времени. Поверьте, у нас есть люди на проекте, которые могут сделать 300 человек охвата за 1,5-2 часа. Поверьте, не есть. Кто успевает сделать такой охват, если у нас уже не новички на вебинаре, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если есть такие. Оль, опять не поняла про что, потому что много говорю, переформулирую вопрос, пожалуйста. Да, вот, видите, уже есть плюсики, и это на самом деле реально. Реально, реально. А, по 25. Ну, потому что компьютер может начинать висеть. Вот, допустим, у меня очень сильный компьютер, и вы знаете, раньше, когда у меня был ноутбук, да, который я брала первый раз для того, чтобы начать уже активный бизнес, чтобы у меня была отдельная техника, и я его купила слабенький, потому что у меня не было возможности купить подороже, да, то есть я его взяла в рассрочку, без переплаты, да, то есть, конечно же, вот люди, которые, как можно сказать, приходят работать в интернет и говорят, у меня нет ноутбука, я им посылаю видео, как работать с телефоном, и предлагаю такой вариант, взять ноутбук в рассрочку без переплаты. И даже если у лидера отобьют желание работать в интернете, все равно ноутбук, семью, это вещь полезная, лишним не будет, поэтому ничего мы с вами не теряем, когда берем это все, да, вот я брала в рассрочку без переплаты ноутбук, когда была уже, наверное, на 12%, по-моему, я тогда взяла. Угу, угу, комп слабый, да, но вот у меня ноутбук был, он был только для работы, только для работы, я туда вообще никого не подпускала, не дай бог, кто-то к нему подойдет, потому что у меня там постоянно скайп, вайбер, ватсап, телеграм, странички рекрутинговые и так далее, и так далее, то есть, я его открываю, он у меня загрузился 5 минут, все, я с него поработала, я его закрыла, не дай бог, кто возьмет. Я отхожу куда-то, да, допустим, налей себе чай, кофе, там, с ребенком погулять, я его закрываю, я его закрываю и говорю, никому не открывать, да, то есть, конечно, у меня две девочки есть в доме, которые могут это сделать легко, да, там, натыкать что-то, никого не подпускала никогда. Да, и, конечно, дорогие коллеги, очень чистые вопросы, где смотреть актуальный список стран, с которыми мы работаем. Так вот, когда вы заходите в личный кабинет и нажимаете на флажок, у вас выйдет актуальный список стран для сотрудничества. Да, вот, и это, конечно, нужно понимать, что это все у нас с вами легко и просто. Итак, у нас с вами вебинар прошел, 30 минут мы с вами посидели, вот, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы? Какие-либо вопросы очень бы хотелось от вас услышать сейчас, потому что конец вебинара и я отвечу на все вопросы. Вот, отлично, Валерий, отлично. Под хромики, это когда мы размножаем Яндекс или Гугл браузер. То есть мы его размножаем и у нас с вами появляется, допустим, давайте я вышлю видео сейчас. Я рада, да, вот, то есть посмотрите это, пожалуйста, два видео, пусть оно у вас займет больше часа оба вместе, но я думаю, что это вам будет в плюс, если вы хотите, конечно, зарабатывать большие деньги, да, то есть и вот, кстати, позавчера мы разговаривали, опять-таки, с кандидатом на регистрацию, я, конечно, потом долго улыбалась, потому что лидер меня спросила, «А много ли надо работать?» Я говорю, «А сколько вы работаете на основной работе?» Она говорит, «Я работаю 5 на 2 по 8 часов». Я говорю, «Сколько вы зарабатываете?» Она говорит, «Ну, 15-18». Если я, говорит, колымлю, работаю на полторы ставки, то могу и 23-24 заработать. Я говорю, «Хорошо». Говорю, «Хорошо». Тогда, говорю, давайте мы с вами поговорим на такую тему. Хотите вы зарабатывать больше 100, а работать не по 8 часов, а, допустим, через год по 5 часов в сутки, а первый год работать, допустим, по 10 часов в день с одним выходным, но дома при свободном графике. То есть вы можете и кушать, и гулять с детьми, а все оставшееся свободное время работать. Готовы? «Ну, я не знаю». Говорю, «Денег хотите?» «Ну, я не знаю». Да, то есть вот, когда так вот с вами у вас… Я говорю, «Ну, давайте с вами попробуем». Да, то есть я таких людей беру на пробу и в последнее время я уже начала в скобочках писать «пробуем». Да, потому что есть лидеры с сомнением, а есть лидеры, которые уже приходят и сразу начинают работать, зарабатывать и понимать, что зарабатывать более 100 тысяч в месяц – это круто. И на работе по найму это зарабатывают только и мужчины, которые там ездят в командировки, да, куда-то, и там по месяцу их дома нет, по два у кого, да. Вот, поэтому, конечно, Леночка, дорогая, мы уже все закончили, вопросы разбираем. Так, картинки, которые рекрутирую, они у меня у Антохи на компьютере. Вот, значит, картинки давайте мы выгрузим на Яндекс.Диск, картинки, давайте я запишу это все дело и вышлем вам вместе с записью под видео, да. Значит, картинки для рекрутинга. Ага, так, на все ли вопросы я ответила? Скажите мне, пожалуйста, на все ли вопросы? Очень переживаю. А если после 20-25 браузеров открытие не дает сайт ОКИ пропустить страничку, выдает пустую белую страничку и надпись ОПАНЬКИ. Дает только открыть страницу, но не ползать по ней. В чем проблема? Чистка клинером помогает на один раз, потом опять. Вот, Леночка, тут я не подскажу, я такую проблему вижу первый раз. Скорее всего, у тебя что-то, может быть, с видеокартой или, может быть, ты слишком много браузеров одновременно открываешь и твоя оперативная память на компьютере не справляется. Вот, я извиняюсь, но я не могу подсказать, в чем проблема. Даже. Нет, не только эти браузеры можно размножить, не только эти, не только. Да, скорее всего, вот Оля права оперативной памяти не хватает. Ролики. Людмила, есть, конечно, ролики, есть, сейчас, сейчас, секундочку. Значит, на моем канале YouTube есть плейлист, сейчас я его выгружаю, это будет видно в записи. И в моем плейлисте есть ролики от компании. Вот ты их, значит, открываешь, и там список роликов, очень много всяких разных. Пожалуйста, скачивай только переименованные названия. Наполняйте YouTube канал этими роликами. Обязательно наполняйте. Мозила размножается. Да, еще есть и Мозила Мультифокса, она не у всех работает, но тоже очень удобно с нее работать. На Мозиле, кстати, у меня вбито 10 страничек, которые просто я сохраняю логин, пароль по умолчанию и, допустим, вхожу в первую, вторую и третью. Что делать с молчанами? Ну, во-первых, можно попросить директора этому молчану позвонить. Во-вторых, можно с молчаном сделать что? Написать на почту, найти его через Viber, WhatsApp, Telegram, где-то он все равно будет. Можно отправить смс к ему на сотовый телефон, что выйдите, пожалуйста, в сеть вы оставили данные для регистрации. Но лучше всего, прежде чем все это делать, не мучиться, а зайти в сообщество и поискать. Может, такая регистрация уже есть, и он поэтому молчит. Да, потому что у меня часто бывает, я раньше, мне и люди не отвечают, я думаю, блин, зачем данные оставили? А потом смотрю, такой лидер уже есть в сообществе. Думаю, ну вот зачем он писал, мне хотел регистрироваться. То есть некоторые лидеры говорят, а я к вам регистрировался для того, чтобы получать рассылку. А то, что это нарушение кодекса компании, его это не волнует. Оль, этим занимается Антошка и про Музилу Мультифокс еще кто-то видео снимал. Вот я, если честно, сейчас просто не скажу, потому что она обновилась. Если все равно молчит, я ничего с этим не делаю. Это процент активности такой. Вот давайте я вам расскажу про процент активности. Это примерная цифра, со всеми у меня получаются разные цифры, но давайте с вами посмотрим. Значит, дата регистрации моя на проекте 26.11.2014 год. Да, 26.11.2014. Это сколько я на проекте, получается, каталогов? Это получается 2.6 лет, да, 2.6 года. В году у нас получается 19 каталогов. Это получается 18 плюс 19 и плюс еще 19. Так, 19 мы, если, так. Значит, это очень важные расчеты, чтобы вам было понятно, да, и плюс еще 9. Да, значит, на проекте я, получается, так, давайте на калькуляторе 18 плюс 19 каталогов и плюс 9 каталогов, да, это получается 46 каталогов, да, я так понимаю. Если я правильно сосчитала, плюс-минус 2, да, плюс-минус 2. Наташа, спасибо большое. Вот, на вопросы позже я отвечу, да, 46 каталогов. А сейчас внимательно, 46 каталогов мы приводили минимально по одной регистрации в день. Если честно, вот сейчас поделить, у нас 2 регистрации, 2 регистрации в день было, да, это значит мы 46 каталогов, да, примерно 20 дней в каталоге, да, почему 20, я там немножечко уменьшаю, и 46 я умножаю хотя бы, да, ну, давайте возьмем среднее количество, да, умножаю на 30 регистраций в каталог, потому что по 2 в день, когда 1, когда 3, когда 2, я точно не скажу, то есть это примерный подсчет. Мы с вами получаем 1380 регистраций, примерно, да, и давайте их с вами сейчас поделим из 1380 на количество человек в моей первой линии. Значит, 2 лидера у меня подупало на 19%, и у меня, значит, сейчас вместо 18 веток у меня 17, да, 17 директоров первой линии. И если я поделю, да, то есть я в подтвержденном звании старшего национального директора, и я делю на 17 лидеров, да, в первой своей линии, у меня, получается, каждый 81-й, мною зарегистрированный, стал директором. Мне не понравилась данная статистика, я подошла к мужу и говорю, слушай, Антох, я говорю, почему люди не понимают, что-то мы не доносим. Я начала ковыряться в себе, в своих чувствах, еще что-то, начала искать какие-то минусы в себе, да, но вы знаете, он мне сказал очень интересную вещь. Мужчины, это же, как вам сказать, они же видят вот в общем, да, в общих чертах, видят все сверху, они могут это все проанализировать, потому что деньги, в принципе, это мужская тема, да, когда мужик хорошо зарабатывает, он умеет анализировать, да, и он мне говорит, Анют, а тебе что, мало 400 с лишним тысяч за этого каждого 81-го? Ты считаешь, что за два с половиной года выйти на 400 с лишним тысяч рублей каждые три недели, это более полумиллиона в месяц, это мало? И вы знаете, я так села и охнула, думаю, боже мой, как компания хорошо нам оплачивает наши нервы, да, вот это моя была первая мысль, как компания хорошо оплачивает наш труд, да, потому что снизу уже те, которые директора, понятно, что они большинство уже приведены не мною, дать доступ в ОК, так как ОК группа принять. Хорошо, если в нашу группу вы скинули, то приму, если не в нашу, то не приму, да, вот, поняли фишку, поняли ли вы фишку? Скажите, пожалуйста, вот мне сейчас важно, потому что мы сейчас с вами на вебинаре для новичков, но я вам сказала тему чуть ли не директорскую, чуть ли не директорская тема, понимаете? Это тема именно для директоров, почему я до такой степени сильно, резко много забежала вперед, но на самом деле компания нам очень хорошо оплачивает нашу работу и платит как часы исправно. Вот это нужно понимать, что преодолев какие-то сложности внутри себя, да, вы в итоге получите очень вкусную награду, и чем больше вы работаете, тем быстрее вы выйдете на результат, да, и работать надо не так, что ой, красивая картинка, и ушел листать чью-то ленту, а именно рекрутировать, не отвлекаться, а потом уже, если у вас останется свободное время сидеть, разглядывать картинки, рассматривать видео и так далее, и так далее. То есть все, что вы делаете помимо работы, вы из этих трех часов рекрутинга в день минимально вы вычитаете, да, вот это очень важно понимать. Да, работа над собой – это 50% успеха, это на самом деле так, вот, и, конечно, строго меня не судите, если есть директора на вебинаре, строго меня, пожалуйста, не судите, что я так наших с вами новичков так в лоб дала, но я думаю, что это очень даже интересное наблюдение, потому что я столкнулась внутри себя, вот, как вам даже сказать, что у меня никто не работает, рекрутирую, рекрутирую, что ж такое, почему только каждый 80, да, то есть что такое, как быть, как так получается, почему у меня ума не хватает, знаете, начала сама в себе сомневаться, хотя с 6% вела вебинары, снимала обзоры продукции, и все у меня было хорошо, я росла замечательно, и я застопорилась именно на том моменте, когда вдруг начала рыться, копаться и быть недовольна. А чему я могу быть недовольна, и, вы знаете, вот потом, когда уже я поняла вот эту вот разницу, да, Ольга, картинки у меня все именные, я там представляюсь из своей фотографии, то есть я их выложу на Яндекс.Диск и вам покажу. Обычные картинки, которые создает Ольга Дубяга, они есть в видео, мы с Олей Дубяга и создаем абсолютно одинаковые картинки, клянусь. Я их выложу на Яндекс.Диск, и я вышлю по чатам, по ссылочке через Яндекс.Диск, и вы убедитесь в моих словах. Так, скажите, пожалуйста, какие еще есть у вас вопросы, дорогие коллеги? Я видела, что они уехали вверх, но так как вы задаете очень такие крутые вопросы, то мне приходится долго на них отвечать, и у вас уезжают ваши вопросы. Анна, у нас есть какой-нибудь чат техподдержки для своих? Нету, нету, Леночка, техподдержки точно нет. Обычно директор просто звонит, пытается разобраться. Вот лично я, если путаюсь, я звоню Николаю, вот, он мне часто очень выручает, низкий ему поклон, никогда не откажет, потому что он знает, что если у меня встала работа, у меня встанут все вебинары, он меня часто выручает, что там понимает муж, но муж не очень хорошо понимает, да, то есть ролик смонтировать он не сможет, это все делаю я, вот, как бы, вот. Еще какие, дорогие коллеги, вопросы? Тут, конечно, да, с удовольствием бы завела такой чат, но я даже не знаю, есть ли у нас профессионалы в команде, которые могут позвонить, чтобы им показали демонстрацию экрана, они бы сказали, куда нажать. Мне кажется, это, да. Ну, скорее всего, Леночка, вот ты спрашивала, что у тебя все билеты, слишком много браузеров одновременно открываешь, и компьютер не справляется, скорее всего, это. На моих страничках нет информации о работе, а первый, наверное, месяц рекрутинга я рекрутирую с голых страниц, да, то есть по методу распоповых я рекрутирую. Семьи распоповых, это наши бриллиантики, да, они зарегистрированы под колей, они не в нашей структуре, мы не в их структуре, мы параллельные структуры, нас объединят как наставник Николая Андрейка, но мы делимся, да, друг с другом системой роста, системой работы, и мы работаем именно по методу распоповых, и я вам хочу сказать, что мы начинаем наглядеть через месяц со страниц, мы начинаем постить какие-нибудь видео с Ютуба, ролики, и еще что-то, еще что-то, еще что-то, да, то есть мы начинаем делиться, делиться, может быть, с брендовой странички на ту страничку, да, и когда мы предлагаем дружбу, там в посту уже есть статус, и этот статус, к примеру, люди уже смотрят, да, люди смотрят. Конечно, очень важно сейчас понимать, что ваша страничка должна наполнена быть непошлым позитивом, и ни в коем случае не какими-то там людскими бедами, вот, это очень важно понимать, чистый позитив. А, Свет, ну так тоже можно, ну, конечно, легче уж ноутбук в рассрочку взять без переплаты и все. Ну, вот смотри, Галиночка, отвечаю про вопрос про родственников. Значит, родственники могут быть только в одной структуре. Если, к примеру, вы близкие родственники, прямые родственники, то есть, допустим, свекор – это не прямой родственник, и не близкий, да, вы должны сейчас двоюродный брат, сестра, они уже имеют право регистрироваться, где хотят. Именно близкие родственники, братья, сестры, дочери, сыновья, да, мужья, мамы, папы, дедушки, бабушки, да, то есть, близкие родственники. Их можно регистрировать, допустим, зарегистрировал ты под себя маму, под маму папу, под папу брата, под брата сестру, под сестру, ну, то есть, поняли, да, то есть, в одну цепь их можно, можно и нужно, и все хорошо. Но если вы, допустим, зарегистрировали сначала маму, сначала себя, потом под себя маму, потом двоюродного брата, потом папу, то вот двоюродный брат, он уже считается некомпетентным в этом случае, потому что он дальний родственник. Леночка, усильте у себя оперативную память, найдите мастера, не поленитесь, да, то есть, мы с вами сейчас все идем зарабатывать большие деньги, и, конечно, для работы нужно свое место обустроить, да, купите оперативную память побольше, пусть вам мастер ее поставит, пусть вам мастер пропылесосит ваш, как его, компьютер, чтобы у вас там не пылилось ничего и так далее, и так далее. Вздайте в чистку его, да, то есть, если у вас, да, какой-то центр обслуживания, чтобы у вас он был всегда чистеньким, во-первых, чтобы не висел никогда, во-вторых, обязательно добавьте оперативной памяти побольше. Номера объединяются примерно с 15%, уже можно объединять свои номера с мужем. Если вы с мужем номера объединяете, тут есть такая фишка, что он все равно не имеет права на ваш номер, это во-первых. Во-вторых, индивидуальное предпринимательство открывается на кого-то одного, вот мой муж, он считается безработным, потому что ИП оформлено на меня, он является вторым держателем номера, я являюсь первым держателем номера, то есть, он просто наследник моей структуры. Поэтому тут без разницы, под себя вы его зарегистрируете или вы с ним объединитесь. Если вы зарегистрируете под себя, у него под свой регистрационный номер, а так он просто под совладельцем на втором плане. Если сестра принципиально не хочет, то объясните ей, что в кодекс компании есть кодекс компании, и если вычислят данную перерегистрацию, все ее труды пройдут зря, ее просто удалят. Ее просто удалят, а всех, кого она нашла, достанется тому, под кого она зарегистрировала. Это тоже нужно понимать. Анна, как удобно? Как удобно, как хочется, на мой взгляд, вообще без разницы. Вот то, что мне Антонов писали в мой регистрационный номер, я не вижу никаких плюсов, кроме того, как поездку на Шри-Ланку. Когда мы открыли уровень рубины и подтвердили его, мы могли ехать на Шри-Ланку вдвоем, оба бесплатно. То есть, если вам захочется уж так сильно вдвоем куда-то ехать, то, пожалуйста, вы открываете золотого директора, и вот тогда вы можете объединиться. А до этого без разницы, объединяться вам или нет. Вообще абсолютно, вот, на мой взгляд, вообще ни к чему это. Выше стоящему наставнику, Лена. Переходит структура. Так, еще прошу вопросов. Может быть, кто-то, может, какие-то вопросы я еще пропустила. Прошу прощения сразу. По объединению рассказала, про регистрацию родственников рассказала. На самом деле, если ваш близкий родственник зарегистрирован в другой структуре, и вы регистрировались первыми, а он уже после вас куда-то там зарегистрировался, если он близкий прямой родственник, это считается перерегистрацией, его удалят или переведут под вас. Во вкладке вопрос. Так, смотрим. Светлана Вразова. Анечка, я все-таки пауком не совсем поняла. При входе на страничку требуют проверку. Или смс на телефон, или опознать друзей. Сим-карта уже не рабочая. А друзей я, конечно, не помню. Это были рабочие странички. Смогу ли я как-то зайти на них? Много страничек, да? Света заблокировали много. Много, да, таким образом, страничек. Можно просто поменять номер. Поменять номер через платные сервисы сайтов. Онлайн, смс, смс, реком. Да, то есть мы очень часто этим пользуемся. Просто меняем номер телефона. И тогда можно зайти. Но это платная функция. Где-то 6 рублей, где-то 12 рублей. То есть платная функция идет. То есть вы как будто бы новую страничку создаете. Без сим-карты, без смены номера, без платы никак, никак это не сделать. Абсолютно. Не все. Псения проверяла страниц больше 30. Я не знаю. Вы знаете, я даже ВКонтакте в последнее время плохо размораживаю страницы. Я могу разморозить ее только на тот случай, если я там ждала какого-либо ответа чего-то. Я ее тогда только размораживаю. Что-то сегодня меньше 100 человек было на вебинаре. Мне хочется спросить, актуальные ли темы, которые я веду, помогают ли вам мои вебинары для роста. Если помогают, прошу вас звать своих новичков. Да, потому что если три вебинара подряд будет менее 100 человек, я уже тогда буду прикрывать этот курс. Вот. И буду просто проводить два вебинара в каталог для новичков. Для меня актуальное, да? Отлично. Ну, конечно, дорогие коллеги, самое главное это приток людей в вашу структуру. Сколько бы вы ни обучали, самое главное это приток людей в вашу структуру. Чем больше регистрируете вы, чем больше регистрируют люди, которых вы привели на проект, тем быстрее вы растете. Это факт. Очень помогает, да? Аня, подскажите, пожалуйста, а можно ли объединить до заказ, до заказ, чтобы два раза не платить за доставку. Да, автозаказ, да, можно. Если уже до заказ, то вот я тут, кстати, не знаю, наверное, нет. Автозаказ, основные заказы можно объединять, а до заказ нет. Просто пятница и лето помогает, да? Ну, просмотров я смотрю тоже мало. 200 просмотров, да, допустим, примерно 100 человек на вебинаре, 200 просмотров это 300 человек. А я понимаю, что на проекте намного больше людей, которые работают, зарабатывают. Вот не то, чтобы я капризничаю, нет, ни в коем случае, я просто спрашиваю, актуальны ли темы, может быть, я не до конца разбираю какие-либо вопросы, вам непонятно, и поэтому мало стало людей ходить. Как быть, если девушка или мужчина в одной структуре, а возможно, жена или муж в другой структуре, то как регистрировать людей, если один из них хочет регаться? Не факт, они же не факт, что тогда никаких нет, никакого нарушения нет у Леночка. Если они не муж и жена, а просто живут вместе, они никто друг другу, тогда вообще без проблем. То, что они потом поженятся, компания это допускает. Супер, спасибо большое. Здесь просто, ну, хорошо, хорошо. Ну, знаете, я вам даю такую информацию, которой я когда-то работала сама, и я вот это должна вам сейчас передать для того, чтобы все мы с вами стали, как минимум, старшими национальными директорами. Мне очень хочется, чтобы вы стали старшими национальными директорами, чтобы вы не сломались на мелочах, чтобы вы не зависели от тех, кто уходит от вас и понимали, что ваши звезды к вам придут. Сегодня вы видели размеры моих выплат, да, я вам сказала устно, да, и вы видели процент активности, да, процент выхода на директоры, да, считайте, каждый 86-й или 82-й мы с вами сосчитали, да. И вы должны понимать, что за вот таких вот 15 открытых веточек, 18-17, 17 открытых веточек компания платит такие огромные деньги, огромные деньги. Они на самом деле огромные, и это всего лишь за 2,5 года работы. Пусть я первый год, я не буду скрывать, первые полгода я жила за компьютером, потом я съездила в Сочи на ассамблею, я начала уже поменьше работать, потому что понимала, что в семье могут начаться проблемы, если я уйду на года вперед с головой, да, то есть я начала уделять время и дочери, и старшей, и младшей, и мужу, да. Но первые полгода я ушла в бизнес с головой, да, знаете, я даже не постесняюсь вам рассказать, как я, муж приходил с работы, и я вместо того, чтобы ему покушать, наложить, я ему совала грудного ребенка и запиралась в комнате, и начинала составлять презентацию на вебинар, и вела вебинары, да. И, конечно же, те, кто не может, те, кто давно с нами, да, и, простите, не то слово сказала, те, кто с нами давно, я вам хочу сказать, что они видели, они знали, что я с 6% открыла свой активный рост и вела по полтора, по два часа вебинары через день. Вот кто это время зацепил, те подтвердят, как я вела по полтора часа с 6%, да, вот для того, чтобы хорошо стартануть, вам нужно показываться своим людям, вам нужно показываться своей дорогой команде, и вы знаете, я вам хочу сказать, пусть у меня и много созвонов, но просто меня много кто теребит, даже не мои личные регистрации, а просто люди с моей структуры где-то там из глубины, да. А вот, допустим, мои личные регистрации со мной созваниваются очень редко. Почему? Потому что я уже всех заколебала обзорами, да, грубо говоря, я всех заколебала вебинарами, и я постоянно на виду, я постоянно на слуху, и лидеру не нужно сомневаться, что я там их где-то обману или еще что-то, потому что они меня видят, они меня слышат ежедневно, то в видеообзоре, то на вебинаре, то я снимаю какие-то фотографии новые, постоянно ежедневно, да, и вы должны понимать сейчас, что просто мои лидеры мною перенасыщены, да, то есть они уже, грубо говоря, если им захочется со мной пообщаться, то я, грубо говоря, я им уже надоела, да, понимаете, вот вам так же себя нужно вести, вам так же себя нужно вести, и тогда у вас все будет хорошо, будьте везде, ничего не бойтесь. Вот это да! Ну правда ведь, скажите, разве это не правда? Нет, я имела в виду, что я до такой степени везде и всюду, что просто на самом деле люди от меня устают, мне даже очень часто пишут в личку, Аня, когда ты все успеваешь, как у тебя это все получается? Вы знаете, мне вошло в привычку, я могу за день провести вебинар, я могу за день успеть составить презентацию, я могу успеть снять видео, его обрезать, отформатировать, выгрузить, да, на YouTube, я могу потом выгрузить этот вебинар, я могу еще пересмотреть, как я вела, если где-то какие-то спорные моменты есть, я это видео удалю, обрежу и обратно выложу, то есть я это успеваю, как я могу, да, вот. Вот, как член семьи уже, да, ну вот что-то типа этого, понимаете? И поэтому мне сейчас вот, так как я очень много веду вебинаров, я веду их на постоянной основе, да, не раз в каталог и пропало, да, на три недели, а я веду их на постоянной основе, я показываю всем людям на постоянной основе, и что получается? Получается, что я не нуждаюсь созвона со своими новичками, потому что новички-то уже во мне не нуждаются, они меня видят и слышат постоянно, да, они мне пишут, да, я могу там через час только ответить, иногда они задают, я встаю в обед, я не могу вставать рано, я встаю в обед, вот, часов 11, 12, так где-то, так примерно. Муж и соседей, обалдеть! Ну да, Виталька, было дело, было. Презентация Powerpoint. У меня есть на YouTube, также в разделе программки, помогающие работать в интернете, видео, как создать презентацию через Powerpoint. Виктория, не найдешь, пиши обязательно в личку. Мой скайп в названии вебинара, в черной полоске, вверху, слева. Не найдешь, пиши, я тебе вышлю это видео. Ну что ж, дорогие коллеги, все-таки у нас с вами ровно час прошел, мы с вами все еще сидим. Ой, Леночка, слушай, как мигает, я, если честно, не знаю. Но чтоб мигал смайлик, просто копируете его и туда вставляете, и все. Вставится буква, когда вы его пошлете, а как текст чтоб мигал, без понятия. У меня просто есть платная программа, да, то есть вот у нас недавно проводила девушка вебинар, ее отругали все за партнерки, за все такое прочее. А я вот, между прочим, пользуюсь большинством партнерок, но я их просто как бы не распространяю. Да, я вот купила партнерку к скайпу и рассылаю всем авторассыльщик, да, то есть авторассылка Фаберлик Онлайн Николая Андрейка пользуется. Я под своим мужем рассылаю Антон Кононов сразу же по всем чатам оповещения. Вы знаете, мне очень нравится, очень, прямо очень. Да, да, Леночка. Программой я редактирую, так, минутку, киностудия. Это бесплатная программа, которую можно бесплатно скачать на сайте Microsoft Office. Бесплатная абсолютно, ни копейки я за нее не платила. Вот сейчас я делаю запись с помощью программки Fasted Capture. Это другая программка, ей записываем с компьютера видео. Ой, Леночка, Антон не заходит под этим скайпом. Если нужно, я зайду прямую, но я выйду, чтобы зайти обратно под своим. Мне неудобно два скайпа на одном компьютере. Вот, поэтому, да, не думай, что мы там сидим. Нет, мы не сидим под Антохой абсолютно. Елена, я сейчас забыла, где такое купить, но я посмотрю, отпишите мне, пожалуйста, в личку. Но она, смотрите, она не дешевая. Лучше вложитесь в создание страниц. Лучше вложитесь в создание страниц, потому что смысла нет, если вы добавлены в три чата, покупать рассылку, которая стоит дороже тысячи рублей, для того, чтобы рассылать по трем чатам эти сообщения. Вот. Ну все, вижу, вопросы закончились, да? Аня, научите нас, как создавать и редактировать видео. Девочки, дорогие, все видео созданы, все готовы, пользуйтесь, заходите на мой YouTube канал и смотрите. Различные программки, помогающие работать через интернет. Прямо смотрите. Бесплатные, бесплатные. Я пользуюсь бесплатными программами всеми. Я вам честно говорю, что вот мы открыли старшего национального директора за два с половиной года все вот этими руками. С уровня старшего директора ко мне присоединился муж. Четырьмя руками мы работали. Я вам честно в словах говорю, что я ни копейки не заплатила за рекламу. Честное слово. Все бесплатно. Я росла бесплатно. Я ни за что никогда не платила. Ссылку дать сейчас поищу. Ну все, значит я отключаю запись.